Так, друзья, всем привет, с вами Макс и вы на канале Keep Going. И, в общем, друзья, сегодняшнее видео будет полностью про автомобили в США, про покупку автомобиля, про кредит и про аренду авто, потому что я сейчас ищу себе две машины в аренду, у меня сейчас две есть в аренде, я хочу еще две купить, чтобы было больше немножко автопарк у меня. И я приехал сегодня, друзья, в Голливуд Райтс. Уже как-то раз я заезжал к ним, расспрашивал у них про кредиты для новоприезжих, те, кто только приехали в Америку. И Паша все рассказывал, у меня есть видео об этом, я оставлю его в описании, в ссылке. И сейчас, в общем, я жду Пашу. Паша приедет, я стою сейчас на его лоте, как бы, да. Паша приедет, мы поедем на аукцион, смотреть машину, мне все покажет, расскажет, какие машины лучше для аренды, потому что, помимо этой дилерской, Паша еще занимается арендой автомобилей. И, в общем, сегодня будет очень много полезной информации. И, кстати, друзья, вот Паша подъезжает. Помимо всего прочего, вы еще узнаете сегодня про аренду в Ламборгини, потому что Паша вот недавно купил Урус, и он сейчас уже сдает его тоже в аренду. Поэтому, друзья, выпуск будет очень насыщенный, будет очень много полезной информации и про кредиты, про покупки авто, про аренду. Я думаю, все, кто занимаются машинами, вам точно будет интересно. В общем, сейчас ждем Пашу и поедем на аукцион. Красавец какой, да? Новенький. Он только его забрал, наверное, пару недель назад. Класс. Видите, номера тоже Hollywood Rides. Классно. Так, Паша, привет. Поздравляю тебя с твоей новой машиной. Здраво, Макс. Ладно, видишь. Блин, красавица, конечно. Вообще классно. Ну, в общем, что, Паша, по плану едем сейчас на аукцион, да? Да, рассматриваем варианты расширения твоего арендного парка. Да, но пока только на две машины. На две машины уже неплохо. Пройдемся по вариантам, съездим на аукцион, пощупаем какие-то машины, потом прыгнем на онлайн списки, посмотрим, что на этой неделе будет интересного выставлено. И пройдемся по ним, что брать рентабельно, что не очень. Да, и еще хочу спросить, и про кредит тоже сможете, да, мне рассказать? Сколько, например, будет мне обходиться кредит? Скорее, да, конечно. Скорее, примерные цифры, что почем, сколько будет у тебя обходиться эта машина. Примерно прикинем, насколько это выгодно, через сколько она... Окей, и расскажешь про аренду Уруса? Мне просто лично даже самому интересно, насколько это может быть рентабельно. Да, ну все, друзья, так что начинаем видео, смотрите обязательно до конца, будет очень много чего полезного и интересного. Погнали. Так, друзья, сейчас первый раз в жизни буду садиться в Ламбу. Едем, я свою машину оставил, едем вместе с Пашей на аукцион. Погнали. Блин, тут, конечно, кайфово. Кайфово, видимо. Да, шикардосно. Хорошо, Макс, расскажи немножко о расширении твоего бизнеса. Да, ну вот сейчас у меня... Что мы примерно ищем, какая у нас цель сегодня? Да, я понял. Две машины у меня сейчас есть, это вот Tesla и Camry, да? И я еще где-то в таком же ценовом диапазоне, то есть это где-то там 25 тысяч долларов машина. Окей. И то есть у меня были какие-то предположения, вот мне понравилось Tesla сдавать, очень удобно, потому что у меня постоянно трекинг, там все, я вижу, что происходит. И я хотел купить, например, такую же Tesla Model 3 и купить, может быть, Alfa Romeo Giulia. Окей. То есть есть какая-то разница, да, между покупками? Ну, есть машины, которые пользуются спросом на Тура, например, и не пользуются, не очень пользуются спросом в Директ, и наоборот. Например, Range Rover Sport и Range Rover большой, вот эта паханка, они почему-то по непонятной причине очень популярны на Тура. А как бы в Директ лично нашим клиентам, ну, не особо они пользуются популярностью. То есть ты сдаешь прямо от себя, просто русского врача? Мы сдаем и нашим клиентам от себя, мы сдаем через Тура тоже, вот. Примерно процент бизнеса через Тура, ну, наверное, процентов 30-40 у нас машина уходит на аренду через Тура. Остальные мы сдаем нашим клиентам напрямую в Директ, мы рекламируемся через наши каналы, через наши сошел-мидиа. Ну, вот что ты думаешь насчет тех машин, которые я выбрал, то Alfa Romeo и Тесла для Тура конкретно, да? Тесла хороший, классный вариант. Плюсы какие? Обслуживание близко к нулю, где не надо возить ее на замену масла, ничего. Как ты правильно сказал, удобно все, трекинг, зарядка, полный контроль над машиной. Вот, даже в случае, если у тебя кто-то ее не возвращает, ты можешь на нее там поставить блокировку и все, она стоит. Ну, то есть, в плане тайм-менеджмента, скажем так, Тесла это лучше. Плюс там Тура го, люди могут ее сами себе забирать, отдавать. Ну, в общем, плюс еще один огромное такое преимущество Теслы, она достаточно хорошо держит цену, если ты ее купил правильно. Поэтому в плане депрессива, так называемого, амортизации, тоже это плюс. Из минусов Теслы я бы назвал, ну, просто их там просто, ну, просто миллиард в натуре, вот просто миллиард. Если ты сделаешь фильтр и поставишь только Теслу, и откроешь карту Лос-Анджелеса, там будет просто все, все такое красное пятно, одно большое. Потому что это все, это все Теслы. Поэтому конкретно Model 3, вот у меня есть две, 22 года, и они за 65 долларов сегодня никто их не берет. То есть, ну, ниже это уже прям не очень, как-то их сдавать, поэтому... Ну, вот у меня стояло 53. Вот, видишь, ты из тех людей, кто демпингует цену. Ну, да, потому что рядом вообще, я смотрю, там кто-то по 40 чем-то ставит, даже есть такие люди. Вот, итак, у нас Тесла и Альфа-Ромео. А, второй, Альфа-Ромео. Альфа-Ромео, наверное, я больше к ней негативно отношусь, чем положительно, потому что она дешевая, она достаточно прикольно выглядит. Она вроде как такая альтернатива BMW, вроде как, типа. Вот, но она чрезмерно ламучая. То есть, если бы брать Альфа-Ромео, я бы брал только тогда новую в Лиз, чтобы она хотя бы была на гарантии. БУшная Альфа-Ромео, ну, как бы, если у тебя много времени, остальные яйца, что у тебя может отлететь на ней мотор, и ты его будешь за свой счет чинить. Ну, понятно. А итальянский мотор чинить совсем недешево, то можешь попробовать. Но мой личный совет, не брать БУ Альфа-Ромео. Если брать, то если ты берешь новую с большой скидкой, с низким платежом, окей, может быть. Там первые три года, пока она на гарантии, все нормально. Но Альфа-Ромео с аукциона под аренду, я бы, наверное, не брал. А вот какие бы ты посоветовал лично, вот на твоем месте, в такой диапазоне, там, 25? Если бы у меня был выбор, допустим, две машины, ну, каждая машина в пределах 25 тысяч, я бы, наверное, взял один Range Rover, хоть я их очень не люблю, саму машину Range Rover, но почему-то она вот пользуется спросом на туры. Я думаю, что это связано с тем, что человек хочет, как бы... Шикануть, типа? Типа, да, как знаешь, в LA есть такая пословица, everybody wants to look rich. Типа, все хотят выглядеть богатым. И на турне, на том же турне ты можешь снять Range Rover за 80-90 долларов. А с Range Rover такая фишка, что непонятно, старый он или новый. Они плюс-минус выглядят одинаково. Вот даже я вот в этой индустрии, 13 лет, вот едет новый Rover. Мне вот надо прям присмотреться, чтобы понять, это вот новый кузов или старый. А человек или там, или девушка какая-то, которая вообще не разбирается. Она вообще не разбирается. Range Rover и Range Rover. То есть, я вот, допустим, в свой парк купил вот буханку, я так называю, буханку, это вот фулл-сайз, так называемую, за 22 тысячи, по-моему, 22-23. Черный, красивый, обслуженный. Очень важно, если ты берешь бушный Range Rover, чтобы он был максимально обслуженный, иначе он развалится еще до первой арены. Вот, я купил обслуженный Range. Он, в принципе, неплохо себя показывает натуру. Это, правда, одна из самых популярных машин. Вот. И я не жалуюсь, как бы, вот, он нормально ездит. Плюс его тут тоже, как ты говоришь, чуть-чуть поцарапали. Он тоже там какую-то копеечку принес. И вторую, ну, может быть, я бы попробовал какой-то BMW Cabriolet до 25 тысяч. Хоть это, конечно, не очень такая планка хорошая. Ну, да, то есть это минимум, наверное, 30, наверное. Либо мини-вэн, либо какой-то с тремя сиденьями, либо какую-то машину типа большой SUV, типа Escalade, не обязательно новый. Ты можешь купить, там, предыдущего поколения Escalade за, не знаю, за 20, в пределах этого, 20-25. И я слышал, что у людей они неплохо ходят. Более прибыльные тоже, с точки зрения. Я понял. Ну, вот, собственно, мы на аукционе. Сегодня не день продажи. Как ты видишь, много пустых мест. Сегодня они так все организуют, скажем так, подготовляют к продаже. Но это предпродажный день. Это сегодня понедельник, начало недели. Хорошее время, чтобы пойти пощупать какие-то автомобили. Это аукцион такого, скажем так, локального значения. Тут продается порядка, наверное, 500 машин каждую неделю. Это немного. На крупных аукционах продается порядка, там, 2000 машин в неделю. Но плюс его, что можно всегда, он находится рядом, можно всегда зайти, посмотреть, что здесь нового, что старого. 10 минут от вашей локации. Да, что происходит, что завезли сюда нового. Сейчас мы пройдемся по рядам с Максом и попробуем посмотреть какие-то интересные автомобили, которые с точки зрения Макса и меня, может быть, могли бы интересно быть с точки зрения расширения. Да, расскажешь приблизительную цену, которая выигрывается на аукционе. Вот, например, Челленджер. Многие хосты любят эти машины, любят их сдавать. Честно, у меня, у нас есть один Челленджер, но он, не могу сказать, что он уходит в разлет. Вот, по мне, машина не очень для тура, но кому-то она нравится. Да, эстетически она прикольная, как бы, ее так прикольно иметь чисто как, как игрушку в своем арсенале, но с точки зрения денег, приноса денег, по моему мнению, она малоприбыльна. Поэтому давай пойдем посмотрим, что есть еще. Макс, вот когда мы с собой обсуждали немецкий кабриолет до 25 тысяч, я имел в виду... Сейчас это оно, да? Ну, типа того, да. Ну, ты думаешь, что именно это вот сколько? Это четверка в железной крыше. Я думаю, именно вот эта машина, ее можно выкупить, ну, точно в твой бюджет, точно до 25. Я думаю, где-то она будет продаваться в интервале 19-21, вот так вот, где-то в этой, в этом диапазоне. Это, естественно, до... Подсниму ее немножко. Да. То есть это кабриолет уже, да? Это кабриолет с жесткой крышей. Кабриолеты всегда пользуюсь спросом в аренду, особенно немецкие, Mercedes и C-класс, четверка. Вот, то есть я считаю, за свои деньги это вполне неплохое парад. Ну, да, идеальная машина для... Да, и самому на ней неплохо покататься в выходной день. Что там, Check Engine 1? Джеки Чан. Нет, Джеки Чан не горит, кстати. Горит... Ну, и, кстати, звук ровный. А, ничего не горит, да. Хорошо работает мотор. Ну-ка. Да, на самом деле неплохая машина. В принципе, звучит неплохо. Железная крыша, что большой плюс, потому что современные четверки, у них тряпочная крыша. И не всем это нравится. Поэтому, не знаю, я бы... Ну, прикольно. Я бы до 20 можно рассматривать. Пробег, пробег маленький. А, нет, слушай, пробег у нее 44, поэтому она пойдет, наверное, выше, чем я сказал. Но все равно в твой бюджет 25 можно взять. Поэтому... Окей, буду... Хороший манимейкер. Да, да. По моему мнению. А хотя... Ну, тут уже этот красавец стоит, да? Да. Когда мы говорили про Range Rover, я имел в виду автомобили вот такого класса. Этот, возможно, чуть выше твоего бюджета. Ну, думаешь, сколько он может уйти? Этот, я думаю, пойдет в порядка 35-30, до 40, 35-40. Вот. Он, в принципе... Ну, даже за 40, я думаю, машина шикарная, да? Да, машина шикарная. С точки зрения тура она пользуется спросом, я знаю это точно. Можно купить такой же, чуть-чуть, в таком же кузове, чуть постарее. В твой бюджет. Я думаю, в 25 мы тебе найдем. Если ты решишь взять на себя такую... Ответственность. Ответственность и риск, как покупка Range Rover, то я думаю, в 25 мы тебе найдем. Подобный хороший парень. У меня у друга был такой же, и даже был на гарантии, но что-то там у них не получилось, поломался. И он его, крич, поменял на S-класс и все. Сходка владельцев Range Rover на СТО. Так, еще одна машинка. Еще одна интересная машинка. Porsche Cayenne 19-го года. Какой он уже? Последний кузов, ну, не считая рестайлинга. У него был только один рестайлинг. Они сейчас немножко подупали в цене. И я вижу, такие машины торгуются до 40 тысяч. То есть 35, 36, 38. В принципе, можно купить хороший аппарат. Поэтому, если вы поклонник Porsche, сейчас хорошее время купить Cayenne в таком кузове. У меня конкретно есть он один. Пользуются хорошим спросом, приносят хорошие деньги. Я бы даже при возможности, я бы прикупил еще один за хорошую цену. Если бы он подвернулся. Вот, когда мы с тобой обсуждали Escalade, я имею в виду Escalade вот. Такой, да? В таком кузове. Вот. Это конкретно коротыш. Я бы, наверное, его не рассматривал. Я бы брал только ESV. Потому что люди, а правила, которые их берут, они хотят много чемоданов. Они хотят много места. Именно поэтому они его и берут. Едут на какие-то дальние поездки. Поэтому я лично коротышей не рассматриваю вообще. Но вариант, как бы, понятен. И как думаешь, приблизительная цена? Приблизительная цена вот такого Escalade можно в живом состоянии, я думаю, взять до 25. Можно взять живой. 25 тысяч? Серьезно? Да. Конкретно это, наверное, будет даже дешевле. Не, подожди, 25 тысяч. Ты серьезно? Я думал, 1040, нет? Нет. Ну, в этом кузове уже это уже как бы предыдущее поколение. Блин, ну, как-то даже дешево. Ну, давай мы посмотрим списки онлайн. Окей. Я уверен, что за 25, если задаться целью, можно найти живой вариант за 25. Окей. Конечно, они там не валяются в хорошем состоянии за 25. Но если хорошо поискать, серьезно подойти к вопросу. Да, ну, интересно. Мне даже интересно посмотреть на цены. Да. Ребят, у вас, наверное, возникает вопрос. Откуда все эти машины и как они сюда попадают? Автомобили сюда попадают, как правило, из четырех мест. Первый путь сюда попадания – это так называемый repossession. Это когда банк забирает автомобиль за неуплату у заемщика. То есть, если заемщик пропустил первый платеж, второй платеж, третий платеж, банк имеет легальное право забрать машину, сделать на нее второй ключ, пригнать вот на такую площадку, как эта, и продать ее за столько, за сколько они посчитают нужным. Второй способ попадания машин сюда – это так называемый franchise-дилерский. То есть, это большие дилерские, такие, как, скажем, Lexus of Irvine или BMW of Beverly Hills. То есть, это большие магазины, которым поступает много трейдинов. Эти трейдины, они, как правило, не продают на своих площадках, потому что они для них слишком старые или слишком, там, не подходят по какие-то их критерии. И обычно все эти трейдины сгружаются автовозами на такие вот площадки, как вот эта. Третий способ попадания машин на аукцион – это так называемые холлселлеры. Холлселлеры – это компании, может быть, вы слышали, такие, как Carvana, CarMax, We Buy Cars. Их очень много в интернете и на улицах, которые просто закупают, скупают людей, у людей автомобили, им не нужные. То есть, это, как бы, скажем, быстрый способ продать автомобиль. Так как они вкладывают деньги в рекламу и так далее, они, как правило, скупают у населения машин просто сотнями. И четвертый способ попадания машины сюда – это independent dealers. Это, то есть, любая компания, имеющая дилерскую лицензию, может загнать машину сюда. Например, даже мы. Вот, например, у Макса есть Тесла. Если он завтра мне скажет, Павел, Тесла мне надоела, хочу от нее быстро избавиться, но получить более-менее нормальные деньги, что мы можем сделать? Я ему скажу, Макс, давай загоняем машину на аукцион под нашим аккаунтом, ее вот так же поставят в линию. Здесь будет стоять машина Макса. Она будет продаваться через, так же, как все остальные, через аукционный блок. Итак, Макс, когда я тебя уговаривал на авантюру, я имел в виду вот такую авантюру. Рейндж Ровер Буханка классический, с мертвой подвеской пневмой, как оно обычно бывает. Ну да. Именно конкретно этот вариант достаточно ушатанный. Я бы, наверное, не рискнул его брать, даже за какую-то низкую цену. Мне кажется, он 1015, наверное, или сколько? Он будет стоить где-то так, наверное. Может быть, ну да, в диапазоне 15-20, может быть. Я не знаю, какого он года, но судя по его состоянию, типа, больше, чем уже по дискам можно понять, что... Просто я, насколько знаю, мало кто хочет покупать такие рискованные машины. Да, да. Именно поэтому их можно дешево купить, но арендовать их люди хотят. Ну да. Поэтому, если ты купишь такой экспонат в живом варианте, конечно, не в этом, то, в принципе, это может быть хороший манимейкер. У меня вот именно такой вот, то, что в черном кузове, только у меня намного более живой. Я покупал его за 22. Сейчас они стоят еще дешевле. То есть с того момента я в сентябре его купил. Прошло 4 месяца, они упали еще, наверное, 1000 на 4. Сейчас, наверное, за мой стоит 18 на оптовом рынке. Так, вот он наш пупсик. Закупался ориентировочно под аренду в EMG-пакете. Куплен он был недешево, сразу скажу. Но это автомобиль на гарантии с низким пробегом в EMG-пакете. То есть я рассчитываю, что он будет пользоваться хорошим спросом. Потому что из моего опыта люди хотят в основном немецкие машины. Мало кто хочет Lexus или американские авто. Все хотят немецкие, все хотят кабриолеты. У нас выбор сужается до четверки и C-класса. Есть, конечно, другие кабриолеты, но именно по цена-качество и обслуживанию, я думаю, что C-класс это неплохой вариант. У меня уже четверка кабриолет у нас в парке есть. Хотелось разбавить Мерседеса BMW, потому что мир делится на мир BMW. Ну да, да. Кому-то одно, кому-то другое. Поэтому, чтобы всем угодить. Ну вы не смотрели перед покупкой, да? Эту машину я покупал чисто онлайн. А, да? Ну блин, маленький пробег действительно, 20 тысяч. Какой он на охоту? 21 года, на заводской гарантии еще. Ну да, эта машина нормально стоит, наверное. Поэтому, и так, ну, классический европейский кабриолет небольшого размера. Ну, в общем, знаешь, Паша, вот я смотрю, у тебя же большая дилерская, да? Много машин продается. Но ты все равно покупаешь машины для аренды, да? То есть, как бы... Ну, я периодически, скажем так, подкупаю. Не то, что я их там закупаю пачками. Но я, допустим, вижу, что мне нужен европейский кабриолет. Просто мне интересно, ты видишь в этом тоже все-таки хороший какой-то дополнительный доход? Да, потому что для меня оно идет все вместе. То есть, у нас уже есть площадка, уже есть как бы люди, которые работают. Уже есть как бы наработанное имя. И если можно несколько бизнесов вести из одной локации, то почему бы не вести? Мы еще помимо продажи и аренды, мы еще занимаемся всеми страховыми случаями. У нас свой бодишоп, мы делаем все свои клеймы в нем и все клеймы, как бы, наших клиентов, друзей, знакомых. Вот если ты там, не дай бог, попадешь тоже в ТТП, можем сделать, допустим, твой. Шина сдулась. Надо, похоже, подуть. Поэтому для меня, как бы, это такая, скажем так, один бизнес, но у него есть три ветки. Это как бы продажа, аренда и бодишоп, ремонт, страховой ремонт. Ну, я понял, да. Поэтому они втроем идут, как-то где-то переплетаются. В какой-то месяц там продажи хромают, в какой-то месяц аренда хромает. Но, в принципе, они втроем, в среднем, они, как бы, вытягивают бизнес. Я понял, друг друга подтягивают. Друг друга подтягивают и переплетаются. Поэтому вот так вот мы и делаем. Классно. Да, в общем, Паша дал мне Мерседес. И даже, честно, не думал, что сегодня буду кататься на Цэшке, кабриолете. Ну, блин, прикольно, да. Можно прокатиться на такой машине, на которой никогда не ездил, например. И на Урисе покатались тоже. Классно. Мы заехали, в общем, на крышу парковки тут. Подснять немножко видео красивых видов. И, слушай, тут интересно про эту ламбу, да. Потому что вот люди боятся покупать машины для аренды. Даже, ну, просто любую машину. Не то, что дорогую. А тут супердорогая машина. Я не знаю, сколько она тебе обошлась. И какой там у нее платеж и прочие там страховки. Но ты все равно купил ее для аренды, да? У тебя было понимание, что все равно он тебе будет приносить деньги, правильно? Или как? Да, конечно. У меня не было такой машины, которая мне не приносила деньги. Какая-то больше, какая-то меньше. Но все они там плюс-минус приносили свою прибыль. Да, конечно, чтобы как бы, скажем так, дойти до экзотических, экзотик-карс, нужно очень, я бы сказал, нужно как минимум пару лет опыта. С более дешевыми машинами, лучше больше. То есть у меня опыта в бизнесе всего там 12-13 лет, в аренде у меня там, может быть, 5-6 лет активных, даже больше. Вот. Я, в принципе, понимал, подбирался к этой нише. Понял, что как бы надо в нее входить одной ногой хотя бы как-то. Вот. Конкретно этот автомобиль я заказал 2 года назад. Я 2 года назад его ждал. А, серьезно? Так долго? Да. Почему так долго? Потому что, объясню, такие машины, как Lambo, ты, как правило, не можешь просто зайти купить. Как ты можешь это сделать с Porsche, с Mercedes, с любой, по сути, другой маркой. На всех дилерских Lambo, которые в стране, как правило, нет новых машин в наличии. То есть они держатся в основном на сервисе и на продаже б.у. машин. И новых машин на заказ. Я задался идеей, как бы, мне эта машина давно нравилась, потому что это, по сути, как бы, единственный суперкар, который ты можешь использовать в повседневной жизни, скажем так. Вот. Ты же не поедешь, там, на Авентадоре или на Феррари, там, за продуктами в магазин или в горы. Вот. Я задался задачей заказать тебе такую машину. На тот момент был лютый, как бы, бардак на рынке автомобилей. Все продавалось. Оверстикер. Урусы продавались. По 60 тысяч оверстикер. Другие машины. По 20. Я решил, я задался задачей, я должен купить новый Урус без наценки. Таким образом, что если вдруг я захочу из него выйти, я могу его без проблем продать и, как бы, еще даже чуть-чуть заработать. Вот. Я начал прозванивать разные места, все свои, искать все контакты. Позвонил в одну дилерскую. В Техасе она находится. Вот. Долго с ними общался. Та-так, та-так. Объяснил им, что я хочу. Они, вроде бы, сказали, все классно, мы возьмем твой заказ, отправим на завод, все будет круто. И потом в конце он мне говорит, нет, чувак, ты живешь в Калифорнии, ты там связан как-то с машинами, с арендами. Ты, наверное, может, ее флипнешь, там продашь. Ты, короче, короче, ты нам не нравишься. Не то, что ты нам не нравишься. Мой босс сказал ничего тебе не продавать. У нас ограниченное количество аллокаций. То есть в год завод поставляет, скажем, там 15 урусов на одну дилерскую. Они говорят, у нас куча клиентов своих локальных местных тут в Техасе, которых мы должны, как бы, их обслуживать. Мы должны им давать, как бы, возможность купить у нас машину. Ты у нас сидишь там в своей Калифорнии, непонятно кто ты, мы тебя не знаем. В общем, не нужны нам твои деньги и не продадим мы тебе урус. Я немножко расстроился, вот, начал искать дальше. Позвонил другому, другое место в Лас-Вегасе. Вот так и так попал сразу на хорошего чувака. Он говорит, да, слушай, 21 год, у нас сейчас такой ажиотаж, как бы, все тиктокеры, все ютюберы, у нас тут такой этот лист на эти урусы, там, бэушные урусы продают, там, намного дороже, чем новые. Я говорю, чувак, я все понимаю, давай, я готов ждать, у меня никакой спешки нету, давай оформим заказ и, как бы, посмотрим, как пойдет. В общем, я его уболтал, скажем так, взять у меня заказ. Депозит был 10 тысяч, я сразу ему заплатил 10 тысяч. Он взял мой заказ, точнее, даже он не взял заказ, он поставил меня, скажем так, на лист ожидания. После этого проходит, я ему звоню примерно, чтобы вы понимали, раз в полгода человеку. Звоню и говорю, ну, что там, как мой урус? А он говорит, ну, никак, слушай, там твой заказ, там, где-то там еще. Он был 25-й, сейчас он 19-й, типа, жди, чувак. Я говорю, ну, хорошо, и так через каждые полгода. Потом уже дошло до момента, так, пошла твоя очередь, как бы, с завода, как бы, принять твой заказ. То есть, до этого мой заказ был просто на бумажке где-то лежал. Тут уже прошла очередь заказа на завод, мы финализировали весь билд. То есть, я в конфигураторе собирал конкретно этот цвет. Это, как бы, все детали, все вот эти линии, строчки. Отправил ему, он мне дал финальную цену. Вот, она уже отправилась конкретно. Мой заказ поступил на завод, на сборке. После этого прошел где-то еще год. Я ему опять прозванивал каждые, там, 3-4 месяца. Он говорил, да-да-да-да-да-да. И вот в конце этого месяца, в сентябре, я ему звоню, говорю, Чел, слушай, ну, второй год пошел. И говорю, ВИН-номер есть? А я знаю, как спрашивать. Надо же спрашивать, какой ВИН-номер моей машины? Потому что, если ВИН-номер есть, значит, машина уже сделана. Они говорят, все, есть ВИН-номер, твоя машина в сборе. Она плывет из Италии или откуда там она, из Швейцарии, из Германии, где она там собирается. Она плывет на корабле, сюда к нам, скоро будет. Проходит еще два месяца долгих. Вот настает тот день, мы с женой прыгаем в самолет, летим в Лас-Вегас. И там, конечно, встречают меня. Она говорит, у нас такая процедура, мы ее накрываем этой специальным чехлом, чтобы никто ее не мог не видеть первым довладельца машины. Для меня, конечно, для человека из маленького города, там, 300 тысяч человек, моя первая машина была, это папина Нива 97-го года. И когда мне в Лас-Вегасе сдергивают чехол с новой Ламбо, это, конечно, была такая, достаточно прикольная, опыт. И, в принципе, все. Вот вы видите ее здесь. Я ее уже несколько раз сдавал. Уже сдавал, да? Да, ее уже сдавал. Рыночная цена аренды Уруса на сегодняшний день в Лос-Анджелесе, это где-то 1000 долларов в день. Плюс-минус кто-то больше, кто-то дороже. За новый даже, так как он у меня новый, я даже, наверное, мог бы просить больше, но я хочу быть в рынке, чтобы быть как бы в новую сферу. Ну, это не Тура, правильно? То есть ты сам от себя знаешь? Не Тура, нет. На Тура есть несколько Урусов, но конкретно эту машину мне не удалось туда залистать, потому что у них лимит на покрытие 200 тысяч. А, то есть она дороже лимита? Я думал, я это знал, но я думал, что они дадут мне залистать и скажут, что в случае как бы того, что Total, они платят только 200. Но нет, они даже не дают ее залистать. Вот, поэтому такие вот дела. Да, я сдавал ее несколько раз. Я, в принципе, не стремлюсь, чтобы она там ездила целыми месяцами. Мне буквально достаточно там 3-4 дня, 3-4 букинга, и как бы мне достаточно. Это же не приус, чтобы его там елозить, елозить его целыми днями. Тут удовольствие в том, что ты можешь ездить на классной машине, да, и еще и плюс она тебе может быть. И плюс еще удовольствие, что я купил его без маркапа, без наценки. То есть это, по сути, подумайте, что это типа как Rolex или IP-часы, да. То есть вы, если вам удалось его купить как бы напрямую без наценки, вы, в принципе, можете, вот я сегодня его могу продать, там, допустим, ну, плюс 15 точно. Плюс 15, плюс 20 я могу сегодня продать, заработать 20 тысяч и просто уйти. Но чуваки, которые мне его продавали, мне сказали, пожалуйста, если ты решишь его как бы продать, флипнуть, хотя бы продай его обратно нам, мы тебе заплатим нормальный оффер, потому что если ты продашь его куда-то в другое место, то, скорее всего, ламба поставит меня в черный список, и просто, ну, ты будешь просто навсегда забанен, вот. Я решил, что я его оставлю себе точно как минимум на год-полтора, посмотрим, как пойдет, может быть, я его оставлю надольше, надолго, вот. Мне нужно понять эту нишу, эту маркет. Пока мне все нравится, все классно, у него куча классных опций, отличный цвет, не знаю, пользуется спросом. Было, было пару букингов, есть еще пару букингов на календаре. То есть, как правило, это один день 1000 долларов, два дня это 1800, там, четыре дня у тебя получается по 750, и чем больше дней, тем цена у тебя дешевле. А ограничение по милям? На такую, как правило, 75 или 100 миль в день, на всю экзотику. Все, понял. Да, но мили, как ты правильно подметил, тут очень дорогие. Да, очень дорогие. 5 долларов за милю, то есть, если ваш Starbucks находится в 10 миль от дома, то кофе будет очень дорогим. Два интересных момента об этом автомобиле, который я узнал, только когда уже его купил, и они меня, честно скажу, очень сильно удивили. А удивить меня очень сложно в этой индустрии. Вариант, момент первый. На этот автомобиль, в отличие от всех автомобилей в Америке, гарантия от производителя на безлимитный пробег. То есть, если я буду на ней поливать, ездить на Дордаше, 100 тысяч миль на ней буду ездить, пока у нее не отвалится мотор и коробка, три года мне обязаны будут поставить по гарантии новый мотор и новую коробку. Это для меня было просто шоком, на самом деле. Потому что все Porsche, BMW, Mercedes, все автомобили имеют гарантию 36 тысяч миль, либо максимум 50 тысяч миль. Нет ни одного автомобиля, у которого безлимитная гарантия. Это он. Второй момент. Это мне уже сказали в этом дилерском Lambo-центре в Лас-Вегасе. Сказали, что так как я машину покупал конкретно у них, они сказали, если с ней будет какая-то поломка или гарантийный ремонт, они мне пришлют закрытый трейлер в Лос-Анджелес, загрузят ее в закрытый трейлер бесплатно, отвезут в Лас-Вегас на гарантийный ремонт и обратно. Я сейчас от этого обалдел. Ну да, это полный сервис такой. Да. Ну, слушай, мне... Ну, как бы, я думаю, они нормально зарабатывают на гарантийном ремонте этой машины, поэтому послать им трейлер туда-обратно, это там порядка 600 долларов. Макс, давай, погнали, сделаем тест-драйв. Я хочу, чтобы ты сам как бы почувствовал на себе. Покажу тебе пару прикольных фишек, опций. Окей, звучит классно. Так, и, в общем, совсем маленький кружочек тут на борговке сделает. Что-то мне стрёмно. Димон, что-то я очкую. Я очкую, да? Ты точно умеешь, да? Ты же колодом дай. Итак, тут как у нас пуск ядерной ракеты. Поднимай эту штуку. Тормоз ей? Да, тормоз и старт. Звук, конечно, приятный. Уру-рух. Уру-рух. Такая ржака, кстати, угорал. Во всех машинах есть кнопка «Эко», а здесь есть кнопка «Эго». Так, и дальше что? Так, чтобы поставить на драйв, все ламбы включаются вот этим. На себя один раз. Так, всё. А, подожди, я не включил, да? Подожди. Ты включил, да? Не переживай, все мы там были. Мне тоже так показывали. Все можно ехать, да? Да. Ну, куда я ходил, по парковке. Кстати, прикольная фича, почему мне нравится очень эта машина. Одна из причин. Это функция массажа. И при том, я тебе скажу, она такая очень даже классная. То есть я ездил на ИС-классах. Я знаю прекрасно, что такое ИС-классовский массаж. Но мне кажется, что он тут просто намного круче. Как, Макс, погнал? Погнал массаж? Да, массаж такой нормальный. Сначала даже не понял, что такое зашло. Не, ну машина классная, конечно. Просто это стремно пока еще. Знаешь, нет этого ощущения, что я могу управлять этой машиной. Просто. Оно придет, Макс, оно придет. Ну да, это со временем. Знаешь, раньше я... Первая машина была Prius вообще в жизни. И до сих пор она у меня есть. Вообще в жизни Prius? Да, да. Так ты нормально начинал. У меня Нива была. И четверка такая. Нет, у меня просто не было в Украине машины. Я приехал сюда, это была моя первая машина, которую я купил тут. И поначалу даже там боялся ездить, значит, на ней. А потом по чуть-чуть уже меняются и машины, и принятие этого всего. Да, я, кстати, к слову об Украине, выбирал ее в украинских цветах, если ты обратил внимание. Я тоже подумал об этом. Ну, а не страшно, да, что ты сдаешь в аренду, кто-то там поцарапал, кто-то еще и что-то. Просто даже на улице страшно ее, знаешь, оставить. Да, хороший вопрос. Как бы, опять-таки, сдавать в аренду такие машины нужно очень аккуратно. Ну да. Это должны быть либо это твои, как бы, постоянные клиенты, которым ты более-менее доверяешь, либо это какие-то рефералы, то есть кто-то, кто тебе посоветовал. Ты, я не рекомендую сдавать каким-то людям с улицы, незнакомым эту машину, то есть каждый человек, который хочет рентануть такую машину, мы делаем на него специальный процесс, background check, то есть мы проверяем его, его, как бы, реальность его. Потому что кто посмотрит, кто забочит, может быть. Да, и ты, и может снять ее не каждый, то есть чтобы снять эту машину в аренду, то есть у тебя должна быть своя хорошая страховка. Что значит своя хорошая страховка? Значит, у тебя должен быть свой автомобиль уже какой-то, вот, например, у тебя Tesla, на ней уже должен быть куплен, будет full coverage. Если ты арендуешь машину у нас или в каком-то другом месте, если у тебя нормальная страховка, то она покрывает повреждения на твоей арендованной машине. То есть, скажем, если ты рентанул этот УРУС и расхлестал его об столб, то твоя страховка от Tesla должна заплатить за все повреждения. Так работает закон. И она заплатит, да? Она заплатит. Если это нормальная страховка, потому что есть очень чиповые, такие вроде как Camper, там еще целый лист таких очень низкосортных страховок, с которыми я бы вообще не советовал связываться. Если у человека такая страховка, то мы ему не сдаем УРУС ни за какие деньги. То есть, это как там, не знаю, Farmer Insurance, Farmers, State Farm, Progressive, Гайко. Такие крупные имена. Они все нормально заботятся о своих клиентах. Нормально все как бы... Понял. Да. Так, друзья, только что проехал все немножко на УРУСе, да? И сел в Mercedes вообще, я не знаю, ну просто... Ну это тяжело сравнить сейчас вот этот Mercedes C-класс. Даже по ощущению, знаете, вот этот пластик весь, руль и все прочее. Совсем другие эмоции. Сейчас, сейчас. Так, друзья, в общем, сейчас мы приехали возле кафешки. Хотим заснять вам цены, реальные цены, которые машины продаются на аукционе. И посмотрим две машины, да? По взгляду Макса я видел, что ему очень заинтересовал Escalade. Сейчас мы посмотрим, можно ли реально купить живой, не урытый, так сказать, Escalade за его бюджет. В общем, посмотрим сейчас реальные цены, за которые продавались машины последние там дни. И потом попробуем посчитать приблизительную стоимость кредита на эту машину. Сколько она будет обходиться в месяц. Какой будет платеж, да, он поймет на такую машину. Но конкретно с моей историей. То есть, моим кредитным скором и прочим. Потому что у всех ситуации разные. У кого плохой кредитный скор, там всегда условия будут другие. Те, кто только приехали в Америку, там еще другие условия, правильно? Да. Но тоже можно оформить кредит, правильно? Да. Так, нашли, в общем, один Escalade, да? А ну, расскажи. Собственно, вот он сам. С виду неплохо. Красивые диски, красивая комплектация, порог. Это 16-й год. Сколько пробег? 16-й год ESV длинный, удлиненный премиум. Пробег 90 нормально для этого года. Так вот, я листаю Condition Report. Не вижу в нем никаких серьезных нареканий. Но почему-то стоит 2,0 оценка. Но вот цена 23 ММР, это, как думаешь, он выше этой цены продастся или ниже, или как? Он может продастся как выше, как и ниже. Конкретно эта машина, по-моему, за 23 ее уже готова отойти. 23 800. А, то есть можно прямо сейчас buy-in. 23 800 уже можно сделать, да? Блин, ну классно. А смотри, если вы человеку подбираете машину на заказ, он приходит, говорит, такую машину хочу, да? Как вы из этого делаете? То есть на какая комиссия ваша там или как это? Да, сейчас описываю. Вот, например, человек подыскивает такой длинный, удлиненный Escalade. Я нахожу ему вариант, скидываю ему вот этот вариант. Первым делом, что я делаю, если он, на первый взгляд, неплохой, я сразу захожу в Carfax, чтобы удостовериться, какая у него история, что там у него происходило, чтобы было, что клиенту, как бы про него рассказать. Ну, я имею в виду про покупку, что... Так, открываем Carfax, у него небольшой был инцидент, но это как бы окей. Смотри, Retail Wild 33, да? Retail Wild 33, это очень хорошо, 4 хозяина, это не очень хорошо, 22 сервисных записей, это хорошо. Обслуживался на Cadillac дилерской, это плюс, потому что эти машины тоже такие достаточно крепкие, если их правильно не обслуживать. Тут он вроде бы обходил, да, еще раз думаю, наверное, на дилерской обслужен, поэтому, наверное, по механическому плане он более-менее. То есть, первым делом, что я делаю, я скидываю клиенту вот этот вариант, прикладываю к нему Carfax, даю какие-то свои заметки по поводу него, говорю, на что обратить внимание. То есть, ну, minor incident, это, в принципе, не проблема, тем более, особенно, если ты покупаешь для аренды, тогда это, тем более, не проблема. Тогда, наоборот, чем больше инцидентов, тем лучше, потому что может дешевле купить. Вот. История обслуживания более-менее. В принципе, можно попробовать брать. Как складывается цена? Я беру 20 его ММАР, продается он чуть больше ММАРа, сейчас я не знаю, сколько. То есть, складывается его закупочный инвойс, в данном случае со всеми комиссиями аукциона, с доставкой он будет примерно, скажем, 25. Прибавляем туда нашу дилерскую, дилерскую фи, это 3000 долларов, то есть 25 плюс 3, 28 тысяч. Я предлагаю клиенту эту машину за 28. Это уже прямо к нему домой, да? Да. Ему под ключ 28%, естественно, не включая налог, и это не включая регистрацию. Я скидываю ему вариант, скидываю к нему Carfax, скидываю свои заметки, говорю, вот этот автомобиль можем взять за 28. Допустим, клиент мне говорит, окей, предварительно я согласен, давайте посмотрим, какие у меня ждут платежи, что по финансам. Что делаем дальше, следующий человек? Мы берем ВИН-номер и отправляем заявку в банк конкретно на этот автомобиль, потому что цифры и проценты на разные машины могут быть разные. Нам интересует одобрение конкретно на эту машину, потому что она нас не интересовала. Итак, это у нас так называемый deal summary, то есть здесь все цифры, которые нам нужны. Цена за машину 28, даунтеймент, селл стакс 9,5% калифорнийский налог, 530% это регистрация. 48 месяцев срок кредита, ставка 13,99, примерный платеж 688, размер кредита 25,202, finance charge это то, сколько вы переплатите в виде процентов. Ну, то есть заработок банка, да? Да, заработок банка в том случае, если вы будете делать только минимальный платеж, будете держать свой кредит. Ну, то есть ты можешь раньше его закрыть? Да, ты можешь раньше его закрыть, допустим, закрыть его не через 4 года, а через 2, и, соответственно, заплатить 2 раза меньше. Никаких за это штрафов не предусмотрено. Это что касаемо Макса и что касаемо клиентов, у которых кредитная история хоть как-то более-менее уже начата, уже какие-то есть выплаченные вещи на кредиты. Теперь давайте рассмотрим вариант с той же самой машиной. Если человек только приехал, да? Если человек только приехал, у вас нет ничего вообще, никаких, ни справка к хотоходу, ни ID, ни прав, ничего вообще, ноль. Голый паспорт, давай посмотрим то же самое. Давай. Рассматриваем тот же самый дил, цена остается такой же, даунпеймент у нас возрастает с 6 до 10 тысяч, sales tax все остается таким же, возрастает процент с 13.99 до 23.99. По сути, платеж увеличивается не так уж значительно, там у тебя было 680, здесь 723, увеличивается финанс чардж, потому что процент возрос почти 2.00. Ну, опять-таки, вы можете всегда запрыть его раньше или выплатить. Я думаю, мы прикрепим оба этих примера на видео, чтобы человек мог сравнить, поставить на паузу, внимательно посмотреть. Если какие-то у вас остались вопросы, вы можете написать нам в телеграм, в наш телеграм-канал, в рабочий Hollywood Rides аккаунт в инстаграме. Там менеджеры ответят на все ваши вопросы. Если вы решите оформить себе автоподбор, вы будете видеть вот такой вот расклад, прежде чем мы будем выкупать на вас машину. В данном случае, это уже предзаключительный шаг, когда скидывается вот такая разбивка, и клиент говорит, ну хорошо, я согласен на эти условия. Он говорит, нет, я не согласен, я рассчитывал на пеймент в 500, а тут уходит в 500. Ну я понял, а смотри, вот к примеру, человек приехал, нет документов и прочее, но если он найдет поручителя, какого-то человека, друга, который живет тут давно, у него есть документы, может быть такое, как-то повлияет положительно? Повлияет, но смотри, обычно финансовые компании с машинами не очень любят поручителей, особенно если это поручитель не твой прямой родственник. То есть это мама-папа, да, если это какой-то просто сторонний дядя, они не очень такой любят. Если этот сторонний дядя согласен только на него взять кредит, тогда да, это, конечно, другая история. Если вы хотите быть, чтобы вы и ваш сторонний дядя-поручитель, шансы, что такое, как бы, небольшие. В общем, банкам такое не нравится, да? Не нравится, да, когда чужой человек подписывается за ваш кредит. Ну понял, да, тоже интересно. Поэтому, да, это предзаключительный шаг подбора, клиента все устраивает, платеж устраивает, тогда уже мы даем отмашку выкупать автомобиль. Он выкупается, с функционами у него заказывается доставка на автобозе, он приводится к нам на площадку, на которой мы начали наш выпуск. Там он проходит проверку, предпродажную подготовку, там, если необходимый дитейлинг, смок-чек обязательно. То есть, каждая машина перед продажей должна пройти смок-чек в штате Калифорта. Также на месте оформляется страховка. То есть, вы помогаете, да, со страховкой или как? Все обязательно, обязательно входят в наши услуги. То есть, без страховки вы не можете уехать с нашей квартиры. Ну да. Да, ну, просто ездить без страховки нелегально. Мало того, что это требуется по банковским нормативам, так это еще и нелегально ездить без страховки, в принципе. Со страховкой мы все решим на месте, в нашем офисе. И все, вы уедете на своем новом авто. Ну, круто. Ну, друзья, в общем, зарядился я сегодня такой хорошей энергией на покупку вот таких вот машин для аренды, да. Вообще классно, конечно. И видите, вот многие пишут, как можно зарабатывать на аренде. На самом деле можно, и много кто этим занимается, и много разных стратегий существует. В общем, тут прикольно то, что вот в моей ситуации, например, я не хочу конкретно заниматься арендой, но хотел бы иметь какие-то прикольные машины в наличии, да. И хотелось бы на них иметь возможность кататься, и плюс пусть они сами себе выплачут, либо там приносят какие-то деньги, это уже приятно. А так у тебя, знаешь, ты покупаешь какую-то одну машину, и все как бы. Вот ездишь на ней, потом ждешь момента купить другую, чтобы избавиться от этой. А так она катается в аренде, и ты доволен, и машины есть на любой случай. Так что, мне кажется, это классный вариант, нужно будет что-то покупать уже после Нового года, по-любому. Посмотрим, как оно дальше пойдет, но пока планы такие. Макс, раз ты у нас наш постоянный клиент, у меня для тебя маленький подгончик. А ну-ка. Все. Теперь ты официально, теперь ты будешь официально один из нас. Сейчас я Hollywood Ride, да? Ну, спасибо, буду носить. Спасибо, друзья. Короче, классно. Классный был день, друзья. Я тоже лично для себя много чего полезного узнал. И я думаю, уже после Нового года вы увидите у меня две новые машины в аренде. Да. Все, ждем. Ребят, надеюсь, вам понравился наш сегодняшний выпуск. Мы с Максом рассмотрели несколько вариантов. Надеюсь, вы подширкнули для себя какую-то полезную информацию, узнали для себя что-то новое о ценах, о финансировании. Если вы ищете работу автомобиля для себя, не обязательно под аренду. Вы знаете, куда обращаться. Вот наша компания «Навентура Бульвар». Все ссылки и контакты оставим в описании. Можете писать либо в наш рабочий аккаунт, либо лично мне. Отвечу всем. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok